Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я показывал табличку «Стратегия накоплений», где я говорил, что при среднем доходности в 15% годовых на фондовом рынке можно заработать столько-столько-столько. И многие мне в комментариях пишут, что ты сказочник, ты идиот, как ты можешь обещать 18%? Я говорил, средний. Ты не можешь обещать. А если все грохнется? А если все рухнет? Вообще все рухнет. Меня это немножечко взбесило, вы видите, да? Сейчас я вам покажу. То есть там все это бездоказательно, что что ты несешь сказочник, где там больше 7% ты можешь получить. Сейчас я вам продемонстрирую просто на примерах, как при вложении в акциях можно зарабатывать какие там деньги. Посмотрите, абсолютно реальные графики. Показываю. Смотрите, вы можете легко проверить все, что я вам сейчас покажу. Смотрите, вот она, распадская, моя любимая распадская. Смотрите, недельный график, видите? Недельный, распадская. Сегодня какое там 12 число, 12 сентября. Вот смотрите, недельный график. Год назад акции 9-го. Вот я просто взял ряд целых компаний. 9-е числа с 9-го по какое тут? По 9-е за год. Насколько выросли акции компании? Вот он график, вы видите. Вот здесь вот видите число. Распадская выросла на 28,75%. Вот. Были пики, да, взлеты были, когда она росла на 50 с лишним процентов. Это было на март. Вот. Но сейчас скромные 27%. Не 18, не 15, 27%. Без учета дивидендов там не было. Хорошо. Дальше. Полиметалл. Аналогичный период с 9-го числа прошлого, с 9-го сентября прошлого года по 9-го сентября. Смотрите, рост. 73%, 73,4% выросли акции Полиметалл. Это компания, которая занимается добычей золота и серебра. Я говорил, что ребята в преддверии вот всяких этих там кризисов, которые могут быть, акции золота добывающих компаний, берите. Вот оно. Рост за год прошедший. 73%. Не 15, не 18. 73%. Продолжаем. Яндекс. Яндекс. Яндекс за тот же год вырос на 15,28%. Те же самые. Вот он, портфель наш. Новотек. Смотрим. Рост. 16,47%. Что такое Новотек? Новотек – это компания, которая занимается сжиженным газом. Эта компания в предыдущие годы огромные средства инвестировала в строительство новых заводов. Далеко не все они еще вступили в эксплуатацию, включились в эксплуатацию. То есть Россия сейчас начинает заниматься производством сжиженного газа и выходит на лидирующие позиции в мире. И только-только инвестиционная программа компании Новотек подходит к завершению. И я жду роста этой компании. Но за прошлый год, когда не было роста, еще все инвестиции идут, заводы не запущены, рост был 16,47%. Я жду роста компании Новотек достаточно большого. Продолжаем. Система, у которой были огромные проблемы с Евтушенковым. Пожалуйста, рост в течение прошедшего года 57% за год акции. Только акции. Продолжаем. Наш любимый «Газпром» – монстр. Он внезапно вырос. Сейчас за год, всего за год он вырос, всего рост 55%, рост за год. Почему? Он объявил, что он будет платить дивиденды в размере 2,5% от вложения. А до этого «Северный поток-2», «Южный поток», все инвестиции. Сейчас завершаются эти проекты. Что будет с «Газпромом»? Куда он будет девать выручку? На дивиденды акции будут расти. Продолжаем. ГМК «Норникель» плюс 39,5%. Почему? Металлургические компании. Вы помните, в сентябре прошлого года Трамп вводит пошлины на алюминий и на вообще металлургические компании. В результате рост цен на металлы. Это можно было предусмотреть легко, что металлургические компании пойдут в рост. Вот он рост. 40%, 39,5% роста ровно за год. Вы это видите. Вы легко это можете проверить. Не надо мне бухтеть там бездоказательно, что акции могут упасть. Да, могут. Вот они. Сургут нефтегаз привилегированный. Здесь ситуация другая. Посмотрите. Посмотрите. Минус 2,64%. Вот здесь вот была дивидендная ралли. Вот оно. Видите, я про которое говорил. Вот посмотрите. Недавно. А вот это вот почему падение? Потому что это дивидендная отсечка. Дивиденды у Сургут нефтегаз привилегированных были самые большие из всех дивидендов. Вот. Они грохнулись. Потому что дивидендная отсечка. Они грохнулись больше, чем на дивиденды. Что произошло совсем недавно. Почему рост? Потому что компания просто объявила, что создает дочернюю компанию, которая будет управлять ее активами. Активы будут не просто в кубышке в долларах, а как-то распределяться. И уже, и уже рост был. Посмотрите, вот он рост. Вот. Теперь смотрите дивиденды. Давайте не забывать, что дивиденды здесь были феноменальные. Они были самые большие дивиденды среди всех компаний. Дивиденды составляли 7 рублей на акцию. Сейчас я вам нарисую, сколько это 7 рублей. То есть люди, которые вот здесь вот держали акции, они получили дивиденды в размере 7 рублей. Сколько это такое? Что это такое? Вот здесь 40, вот здесь 47 рублей, там 20 копеек было. Вот так. Вот они дивиденды. Дивиденды здесь не показаны. Это курс акций. Вот посмотрите. Вот люди, которые держали эти акции. С учетом дивидендов они сначала потеряли. Сейчас с учетом дивидендов ровным счетом. Вот люди, которые вот здесь вот купили, они сейчас ничего не потеряли. Потому что вот этот вот дивиденды они получили. А люди, которые вот здесь, пожалуйста, они получили. Вот сейчас текущий курс, вот он, плюс дивиденды. Вот сколько они получили. Те люди, которые год назад, давайте посмотрим год назад. Где тут линеечка? Так, да, недельный, октябрь. Девятая наша любимая дата. Девятая сентября. Вот она. Вот, рост наблюдался на 16%. Да, они упали сейчас. Но плюс дивиденды, если добавим, вот текущая цена плюс дивиденды 16%. Друзья мои, 16%. Те же самые, если с учетом дивидендов. Вот смотрите. Вот она текущая цена. Вот текущая цена плюс полученные дивиденды, если год назад вложились. Скоро снова будут дивиденды. Раз в полгода выплачиваются дивиденды. Татнефть. Продолжаем. Рост 26% нефти. Добывающая компания. Башнефть. Башнефть, смотрите, она росла сейчас по сравнению с годом назад. Падение. Минус 6%. Бывает падение. Газпромнефть. Плюс 27%. Так, возвращаемся в Башнефти. Ну и смотрите, падение, но был-то и рост, во-первых. Смотрите, вот сейчас я вам покажу. Вот он был рост. Плюс 11%. Да, они упали. Что значит, что упали? А сейчас очень хороший момент для покупки акций Башнефти. Компания очень хорошая, очень перспективная. И у компании есть лицензия на разработку нового крупнейшего месторождения. Будет рост. Так, Газпромнефть, я сказал, полюс. Ну, здесь вообще говорить не о чем. Полюс – это полюс золота, это золотодобывающая компания. Рост, так же, как и у полиметалла, 70, практически 2% за год. И год назад энерго распределительные сети, распределительные компании по электроэнергии были в хорошем плюсе. Все, без исключения, потому что были очень хорошие экономические условия для этих компаний. Но, в частности, вот Ленэнерго, привилегированные акции выросли на 40% за год. Плюс дивиденды, не забываем. Поэтому, друзья мои, 18% при грамотном вложении более чем реальны. Смотрите, за экономическими ситуациями, за экономической ситуацией, за экономическими новостями вкладывайте в те компании, которые будут расти. Ну, металлургические компании, рост был просто вот, ну, буквально гарантирован нашим другом Трампом. Понимаете? Вот, Трамп-пам-пам. Вот, рост системы. Ну, после такого падения она выросла. Понимаете? Золотодобывающие компании. Ну, куда им деваться? Растут. Просто, вот, простая логика. Вы видите, что все это возможно. Просто берем, вкладываем в те акции, которые мы видим, которые рекомендуют рост в 18% более, чем вероятен. Поэтому, друзья мои, я абсолютно уверен, что фондовый рынок надо вкладывать, что всегда найдутся какие-то вещи, которые растут. И даже когда все рушится, вообще все вот просто летит в тартарары, можно зарабатывать на падении, то есть на шортах, на фьючерсах. Что нужно для того, чтобы зарабатывать? Нужно грамотно вкладывать. А для этого надо учиться. Друзья мои, до начала курса биржа для чайников, вот для таких совсем мало времени, есть еще возможность записаться на курс биржа для чайников, чтобы смотреть вот эти графики. Вы могли оперировать, вы могли думать о том, какие акции вырастут. Грамотно вкладывать и получать очень хорошую прибыль. Учиться для этого надо. И не слушать всяких паникеров, которые говорят, а, акции могут упасть. Я надеюсь, я ответил паникерам. Я надеюсь, я ответил на обвинение в том, что я сказочник, и откуда я взял акции. Я аргументированно на это ответил. Вы можете эти все данные проверить. А сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитрович Юрий. Оставайтесь на моем канале.